Ребят, всем привет! У нас 26 мая, время 18.00 и я приехал на пруд для того, чтобы половить карася на поплавочную удочку. Последние дни стоят очень теплые, карась уже начал нерестить и, как я слышал, поклевывает очень плохо. Но у меня сегодня план такой, я хочу посидеть именно, знаете, до темна, потому что все-таки в темное время суток или раннее утро или вот такой уже прям темный вечер по карася в такие дни, как по мне, лучше всего. Не знаю, сейчас разложимся, закормимся и начнем уже потихонечку ловить. Пока еще не разложился, хочу сразу закормиться. Карася я люблю, друзья мои, кормить вот таким обычным сухим сырым пшеном. Очень рабочая прикормка на самом деле. Я рекомендую вам ее попробовать. Вот так вот забелим удочку. У меня 5-метровая баллонка. Катушка стоит тысячная. Леска основная 0,2. Поводок у меня, леска 0,16. Крючок вот такой, овнер номер 10. И, друзья мои, поплавок. Поплавок с подсветкой. Видите, если он в статичном, скажем таком состоянии находится, не шевелится, горит зелененькая лампочка. Когда начинается поклевка, горит красно. Очень удобно. Я уже, знаете, поплавки ловил ночью. Поклевку видно очень хорошо. Ловить, друзья, сегодня будем на хлеб. Я обычно ловлю или на корку, или, знаете, беру вот так просто хлебушек. И делаю небольшой вот такой, в простонародье называется, прищеп. Вот так вот. Глубина очень мелкая. Я посмотрел, наверное, где-то сантиметров 40. Но карась здесь гуляет, друзья. Как ни странно, карась на этой глубине очень неплохо гуляет. Ну вот, в принципе, и все. Рыбу прикормил, удочку забросил. Можете пожелать мне не хвостаем чешуи. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну и мы начинаем, друзья, рыбачить. Очень надеюсь, что сегодня что-нибудь допоймаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Давай-давай-давай, дружок. Аккуратненько. Идем сюда. Первый карась взял. Ну, очень крупный. Поклевка была такая. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Потом как повел. Ну, реально доставил очень много мне положительных эмоций. Ловим дальше. Ну что, первая рыбка поймана. Только что я сфотографировал и отправил своим, как говорится, постоянным зрителям телеграм-канал «Мужская тропа». Кому, друзья, интересно мое творчество, обязательно подписывайтесь на мой телеграм. Там, как говорится, эксклюзив. А пока ждем очередную поклевку. Такого карася прям половить милое дело было бы сегодня. Аккуратненько. Иди сюда. Иди, иди сюда. Опять хороший карась какой, ребят. Ой, какой карасевич опять. Ой, лапац, ребятки, вон какой. Очень хороший. Да, ребят, таких два карася на сковороду и не съешь. Ну, реально очень крупный. Вот здесь садочек повесил. Опа, вот здесь вот. Ну, все. Давайте, ребятки, здесь не хулиганьте. Вот так, да, вот так вот. А то на улице жарко, чтобы вы не испортились. Ребят, решил чаем обмыть своего второго карася. И вы знаете, что я вам скажу. Вот карася здесь очень много. Вот я здесь закормил пшеном пятно. Ну, и периодически, конечно же, его сюда подкидываю. Карась на нем держится, гуляет. Ну, прям, каждый, говорю, 20-30 секунд я вижу плавник карася. Но он не берет. Он не рестит. Вот он везде, посмотрите. Даже видно волны вдоль тростника, по тростнику плавает. Не рестится рыба. Но все равно, говорю, уже удалось поймать двух карасей. Вы знаете, для наших мест размер такого, друзья, карася, ну, очень и очень хороший. Я, конечно, не знаю, как у вас, но у нас это хороший карась. Посидим дальше. Возможно, получится поймать что-нибудь еще. Но, во всяком случае, прекрасно провожу время. Несмотря на то, что город недалеко, да, конечно, шумновато. Но все равно пение птиц, вечерний закат, вы знаете, свежий воздух. Ну, красота. Давайте, будьте здоровы, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Эх, бляха, муха. Сейчас уже темнеет. Я даже на всякий случай надел на лобный фонарь. Только что, друзья, была поклевка. Но поклевка была такая классная. Потихоньку, потихоньку карась приклевывался. Потихоньку повел, притопил. Подсекаю и мимо. Ну, ладно, зато хотя бы вам показал, как работает поплавок с подсветкой. Очень отлично его видно. Мне реально этот поплавок очень нравится. Посидим, половим, посмотрим, что будет дальше. Ребята, ну что, моя рыбалка подошла к концу. Просидел я на пруду до 11 часов. Рыба больше не клевала. Всего поймано два карася. Очень хотелось мне поймать именно карася ночью. Снять для вас такой, скажем, красивый кадр с поклевочкой. Но, друзья, не вышло. Со мной также на пруду рыбачили моих два товарища, Артем и Алексей. И я вам так скажу, они даже поклевку сегодня не видели. Карась не рестит. Так что ждем, пока он, скажем так, отобьет, переболеет. Я думаю, где-то уже через недельку карасик будет клевать, как говорится, с новыми силами. Обязательно еще съезжу на этот пруд. Карасик половить я люблю. Да и пожарить тоже. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Давайте увидимся как-нибудь чуть позже.